Ну, здесь вопрос такой многофакторный, но сразу скажу, что основной потребитель глюкозы – это, конечно, мозг. Но это в том случае, когда вы не землекоп и не молотобоец. Потому что еще второй потребитель основной глюкозы – это наша мускулатура. Потому что для АТФ, который используется мышцами, особенно при физической работе, очень много ее требуется. Глюкозы в мозге немного. Ее в среднем хватает на 6-7 минут, если отключить новые поступления глюкозы в мозг. Потому что она очень быстро метаболизируется и используется нейронами. У нейронов практически нет никакого запаса с собой. Но до 10 минут – это предел. Но у нас в организме есть много источников глюкозы. Ну, во-первых, довольно много глюкозы в мускулатуре. Потому что она использует, тоже требует большое количество. Глюкозы для накопления АТФ – аденозинтрифосфанной кислоты. Это один источник. Второй источник огромный – это у нас печень. До половины печени, а то бывает побольше, это запасы гликогена печени. Который, на самом деле, расщепляясь, дает молекулу глюкозы. То есть, это тоже большое количество глюкозы в запасе, который очень легко метаболизируется. Как только вас там напугали козой или заставили мобилизоваться, гликоген печени начинает щепиться, и уровень сахара в крови повышается. Поэтому исследование диабетиков с помощью полосок в периферической крови – дело достаточно небесспорное, поскольку глюкоза может быстро меняться за счет внутренних источников. Но кроме этого, у нас огромные запасы жира, и внутреннего, и подкожного у всех. И он тоже, чуть посложнее, подольше, но тоже может метаболизироваться в глюкозу. То есть, глюкоза – это у нас основной источник энергии в организме. К сожалению, как-то сделать большой запас для мозга не получится. Мозг – очень динамичная структура, требующая постоянного кровоснабжения и снабжения запасами новой глюкозы. Именно поэтому мы так целенаправленно и ищем глюкозу, и рецепторы для нее находятся на кончике языка. То есть, таким образом, к сожалению, могу сказать вам, что запастись внутри мозга глюкозой практически невозможно. Но у нас печень, жир внутренний и подкожный, плюс небольшой ресурс в мускулатуре, дают нам достаточно устойчивую ситуацию в быстрых метаболических изменениях. Надо просто следить, чтобы все-таки пища содержала небольшое количество сахаров. Но их не надо переусердствовать, иначе возникнет такая вещь, как ожирение. Избыток откладывается в нашем горячо любимом глюкогене и липидах подкожных или внутренних. На этом до свидания.